Прошло более 35 лет с тех пор, как отгремели последние орудийно-минометные залпы. Смол коляс гусениц, игул моторов, танков и самолетов на полях сражений Великой Отечественной войны. Однако теперь еще свежи в памяти события тех грозных военных лет. В своем кратком выступлении мне хотелось бы вспомнить о боях за Тернополь на правобережной Украине. Это было весной 1944 года. Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова после окружения и полного разгрома гитлеровских войск в районе Корсу-Шевченковский возобновили наступление. Они наносили главный удар восточной Ямполе в общем направлении на чертков. На войска 60-й армии, в составе которой в то время находился наш Кантемировский корпус, была возложена задача прорвать оборону врага на рубеже Ямполь-Корница и уничтожить противостоящие части противника и обеспечить ввод в сражение 4-й танковой армии подвижной группы фронта. В последующем главным силам корпуса ставила задача развивать наступление на Тернополь с целью прикрыть правый фланг ударной группировки фронта. По замыслу командарма генерала Черняховского наш корпус составлял подвижную группу армии и предназначался для развития успеха на Тернопольском направлении. Часть сил корпуса планировалось привлечь совместно с 23-м стрелковым корпусом для прорыва тактической обороны противника. Перед началом боевых действий наш корпус за 10 часов по бездорожью и в Распутицу совершил марш-бросок из Шепетовки река Горынь в район Дворец, преодолев расстояние до 100 километров. На подготовку наступления оставалось около 7 часов ночного времени. Это очень ограниченный срок. Но, мобилизовав весь командно-политический состав, мы добились того, что части корпуса были готовы к выполнению боевой задачи в восстановленное время. Решение на бой мною было принято по карте и устно поставлены боевые задачи частям. Штаб, возглавляемый генералом Нагайбаковым, разработал мероприятия по боевому и материально-техническому обеспечению. Работники штаба и начальники служб согласовали взаимодействие с 23-м стрелковым корпусом, в полосе которого предусматривался ввод корпуса в прорыв. Особое внимание в частях корпуса было уделено проведению мероприятий, направленных на повышение проходимости всех видов автотранспорта и бронетанковой техники, так как предстояло действовать в условиях весенней распутницы и бездорожья. Большой объем работы проделал инженерно-технический состав частей и ремонтных подразделений корпуса, возглавляемый моим заместителем полковником Савцовым. Учитывая условия весенней распутницы, мы создали на каждом танке дополнительные запасы материальных средств. На рассвете 4 марта войска 60-й армии под командованием генерала Черняховского перешли в наступление. Взломали оборону противника в полосе Шумская Корница. Наибольшего успеха достиг 23-й стрелковый корпус генерала Чувакова, где действовали танки и самоходные артиллерийские установки 14-й гвардейской и танковой бригады подполковника Куркоткина. Ныне генерала армии, заместитель министра обороны. Это его танки вместе с передовыми стрелковыми частями продвинулись в глубину вражеской обороны до 12 километров, создав вловоприятные условия для ввода в сражение не только главных сил нашего корпуса, но и ввода к 4-й танковой армии. В последовательный ввод в сражение двух подвижных групп армии и фронта на одном операционном направлении резко изменился отношение сил и средств в нашу пользу. Оборонявшийся противник был парализован, не выдержал натиска наших войск и начал отход на широком фронте. Преследуя отходящего противника, части Кантемировского корпуса за двое суток продвинулись до 50 километров, овладевших 6 марта с хода крупными районными центрами Ямполь и Сбараж. В результате в обороне противника образовалась брешь. Как только мы овладели с баржем, гитлеровская команда подбросила к этому району свежие резервы и предприняла ими яростные контратаки. Для отражения вражеских контратак пришлось временно перейти к обороне. Двое суток шли кровопролитные бои. Нам удалось отразить все контратаки немецко-фашистских войск, удержать город в своих руках до подхода общевойсковых соединений. В ходе оборонительных боев мы использовали каждую минуту затиши. Поочередно мы выводили все подразделения на отдых, провели очередной технический осмотр бронетанковой техники и сумели восстановить часть танков, вышедших из строя. В результате боевые возможности корпуса возросли. Однако в связи со значительным удалением баз снабжения, а тут еще и весенние распутятся, возникли большие трудности с подвозом запасов материальных средств, особенно горючего, расход которого был значительно большим, чем это имело место в обычных условиях. Эту проблему нам удалось тогда решить за счет трофеев, захваченных противником, и частично подвоза горюче-смазочных материалов воздушным транспортом. С подходом к сбаржу 15-го стрелкового корпуса генерал Черняховский отдал приказ возобновить наступление и разгромить противника в Тернополе. К этому времени боем и различными видами разведки было установлено, что в городе противник не успел еще создать сплошную систему оборонительных сооружений. Имелись укрепления лишь на восточной окраине. На усилении гарнизона Тернополя гитлеровское командование спешно подтягивало новые резервы, 6-ю танковую дивизию. Установив уязвимые стороны обороняющегося тернопольского гарнизона, на рассвете 9 марта кантемировцы в тесном взаимодействии с 15-м стрелковым корпусом возобновили наступление на город, нанося одновременно удары с трех направлений. На восточной окраине наступала 14-я гвардейская танковая бригада. Она активными действиями сковала противника, а в это же время главные силы корпуса во взаимодействии с стрелковыми частями охватили Тернополь и внезапно ворвались на его улицы с северо-запада. Встань у врага началась невообразимая паника. Обезумевшие от страха гитлеровцы в одном белье выскакивали из домов, бежали к машинам и подводам, пытаясь вырваться из огневого кольца. Но их всюду настигали меткие снаряды и пули наших танков. Особенно дерзко, с большим воинским мастерством, действовали подразделения 13-й танковой бригады полковника Баукова. Ее танки, сметая огнем и гусеницами все на своем пути, в числе первых достигли центра города, а за ним прорвались и передовые части стрелкового корпуса. Понеся огромные потери, гитлеры стали отступать к южной окраине. Но на пути их отхода по параллельным улицам выдвигалась танковая рота лейтенанта Кошечкина и самоходно-артиллерийская батарея Танцорова. Они разбили несколько автомашин и орудий, но когда достигли южной окраины, внезапно столкнулись с передовыми подразделениями 6-й танковой дивизии противника, спешившей на выручку гарнизона города. Завязалась неравная танковая дуэль. Гвардейцы-кантемировцы в этом бою противопоставили противнику высокое моральное боевое качество и воинское мастерство. Младший лейтенант Танцоров был тяжело ранен, но он не покинул поле боя, пока не перестало биться его сердцем. Родина по достоинству оценила подвиг воинов-танкистов. Младшему лейтенанту Танцорову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Этой же высокой наградой достоился лейтенант Кошечкин, а остальные члены экипажа его танковой роты также получили различные правительственные награды. В этот день части нашего корпуса совместно с 15-м стрелковым корпусом до позднего вечера отбивали непрекращающиеся контратаки 6-й танковой дивизии, пытавшиеся во что бы ни стало овладеть вновь городом Тернополь. В то же время ударная группировка фронта, имея надежно прикрытый фланг северо-запада войсками 60-й АМИ в районе Тернополя, продвинулась вглубь вражеской обороны до 100 километров, создав угрозу окружению группе армий юг в районе Каменец-Подольска. Чтобы избежать надвигавшейся катастрофы, гитлеровское командование перебросило с различных участков фронта на рубеж Тернополя-Хмельник до 9 танковых и 6 пехотных дивизий. Двумя днями позже силами этих дивизий был нанесен контрудар по 60-й армии. Враг пытался разгромить ее главные силы и сорвать наступление ударной группировки фронта. В результате контрудара ему удалось, ценой огромных потерь, вновь захватить Тернополь. Но большего он не смог добиться. Войска 60-й армии, взаимодействие с частями нашего корпуса, сумели остановить наступление противника и закрепиться в двух километрах с северо-восточнее города. Во второй половине марта в полосу 60-й армии под Волочистск была перегруппирована 1-я гвардейская танковая армия генерала Катукова. Получили усиление и другие армии фронта. Добившись некоторого превосходства силах и средствах над противником на решающих направлениях войска ударной группировки, в том числе и 60-я армия, 21 марта возобновили наступление. К концу марта главным силам фронта удалось окружить Каменец-Подольскую группировку немецко-фашистских войск. Успешно наступали в эти дни войска 60-й армии, в составе которой действовал 4-й гвардейский танковый корпус. Часть сил армии ударами одновременно с нескольких направлений окружила гарнизон гитлерских войск, оборонявшихся в Тернополе, а ее главные силы отбросили противника до 20 километров от стен города к реке Стрыпа, образовав внешний фронт окружения. С выходом войск 60-й армии на реку Стрыпа обстановка на внешнем фронте резко обострелась. Гитлеровцы нанесли мощный контрудар подошедшими резервами, потеснили наши войска, форсировали это водные преграды и захватили в районе под Гайцей небольшой тактический плацдарм. Для стабилизации обороны на внешнем фронте по приказу командарма были направлены главные силы корпуса 12-й и 13-й гвардейские танкобригады и приданные нам на усиление 51-й танкобригады. А на остальные силы корпуса совместно с частями 15-го стрелкового корпуса возлагала задача завершить разгром окруженного противника в Тернополе. В последующие дни боевые действия 4-й гвардейский кантемировский танк и корпус проводил одновременно на внешнем и внутреннем фронтах окружения, удаленных друг от друга до 50 километров. В связи с этим управление войсками усложнилось. Нам пришлось создать два пункта управления. На внешнем фронте окружения руководил боями лично я, а мой заместитель, полковник Шуренков, возглавил командами частями корпуса, штурмовавшими Тернополь. В те дни много сил и творчества в организации поддержания непрерывного управления и связи между частями корпуса и взаимодействовавшими общевысковыми соединениями вложили офицеры штабов частей и корпуса. Особенно хотелось бы отметить работу офицеров оперативного отдела корпуса, которым руководил майор Меримский, ныне генерал-полковник. В первой половине апреля гитлеровские войска, действовавшие на внешнем фронте окружения, нанесли несколько контрударов, пытаясь заблокировать свои войска. Но безуспешно. Правда, в ходе одной из контратак в середине апреля гитлеровцам удалось вклиниться в нашу оборону и несколькими танками и мотопехотой прорваться к району расположения наблюдательного пункта корпуса. Пришлось вызвать вертилийский минометный огонь на себя, бросить в бой последний резерв, взвод танков на разгром, прорвавшись с противника. В результате положения в обороне вскоре и здесь было восстановлено. Одновременно с отражением контрударов противника на внешнем фронте шли многодневные бои по ликвидации окруженного гарнизона в Тернополе. Несмотря на яростные сопротивления противника, к 14 апреля наступил критический момент для окруженных. Наши танки при поддержке артиллерийского минометного огня и ударов авиации прорвались к центру города. Гарнизон был расстрелен на мелкие группы. Комендант города, гитлеровский генерал Нейдорг был убит. Управление связи между блокировками нарушилось, понеся огромные потери и лишившись всякой надежды на спасение извне. Остатки фашистских войск в городе и его предместиях тремя днями позже полностью капитулировали. Алое знамя победы взвелось над древним Тернополем. В боях на тернопольском направлении Кантемировский корпус с честью выполнил все боевые задачи, возложенные Родиной. Успешное их решение предопределялось, прежде всего, непрерывным проведением партийно-политической работы, которую возглавлял мой заместитель по политической части полковник Жебраков. Несмотря на чрезмерную усталость от непрерывных боев, в частях корпуса все дни сохранялся высокий наступательный порыв, высокое чувство ответственности за выполнение любой боевой задачи. Это объяснялось прежде всего тем, что партийно-политическая работа строилась с учетом условий весенней распутицы. Решение боевых задач с частями корпуса, действовавших на разобщенных направлениях. Особое внимание политработники уделяли ведении уличных боев в крупном городе, где значительно повышалась роль мелких подразделений, авангардную роль каждого коммуниста и комсомольца. В те же дни завершилась и проскуровая Черновицкая операция. Войска Первого Украинского фронта продвинулись на запад до 350 км, вышли на государственные границы СССР. За участие в этой операции 4-й гвардейский танковый Кантемировский корпус удостоился Орден Красного Знамени. Получили правительственные награды и его многие части. А 120-й гвардейский, зенитно-артеллийский и 264-й минометный полки, 106-й саперный батальон, почетные наименования, Тернопольских. Давно стихли бои над древним Тернополем. Но память о бессмертном мужестве и героизме советских танкистов, как и воинов других родов войск, принесших свободу и счастье украинскому народу, будут вечно жить в сердцах советских людей.